быть угрюмым. Вы слышите газонокосилку? Для начала перестаньте улыбаться. Вместо этого сделайте задумчивый, мужественный взгляд. Не сдерживайтесь, если хотите привлечь её внимание. Флинн Райдер был прав, когда использовал этот прием на разных девушках. Может возникнуть вопрос, Антонио, разве ты не говорил в другом видео, что важно улыбаться? Отвечаю, да, улыбка делает вас привлекательным, но лучше улыбаться в подходящий момент. И, кстати, я могу подкрепить эту точку зрения исследованием, проведенным в Университете Британской Колумбии, где взяли тысячи участников и показали им эти фотографии, чтобы оценить, какое выражение лица привлекательнее. Парень один, выражение разное. Улыбка оказалась на последнем месте. А что на первом? Мужественный, задумчивый взгляд. Но как только устанавливается зрительный контакт, улыбнитесь, чтобы подстегнуть дальнейший. Сегодня мы поговорим о мужских качествах, которые привлекают женщин и при этом не связаны с тренажерным залом. Далее в списке зрительный контакт. Это очень простой пункт, однако парни часто отводят взгляд в сторону. Возможно, это особенности культуры. Может быть, вы живете в стране, где для проявления уважения к старшим нужно опустить взгляд. Но для многих людей это привычка, из-за которой им очень трудно смотреть людям в глаза. Они постоянно смотрят вниз. Итак, как это преодолеть? Смотрите в глаза всем. Не только той привлекательной девушке, но вообще всем. Просто посмотрите им в глаза и поздоровайтесь. Лучше практиковаться с тем, кто вам нравится. Женщины любят прямой взгляд, особенно если у вас голубые, серые или зеленые глаза. Все исследования показывают, что женщинам очень нравятся эти цвета. Но даже если у вас такие же карие глаза, как у меня, есть другой способ привлечь внимание людей к глазам. Надеть очки. Очки естественно привлекают людей. Особенно в красивой оправе. Они делают ваши глаза более заметными. Следующая мужская черта, которая безумно нравится дамам, ухоженные волосы, так что не забудьте о них позаботиться. Я знаю, что у многих парней между визитами к парикмахеру проходит 6-8 недель. Приведите прическу в порядок. Воспользуйтесь лаком, почаще ходите в парикмахерскую. Позаботьтесь о своих волосах. Серьезно, это недорого и несложно. Избавьтесь от лишних волос на затылке. Убедитесь, что вам правильно подстригли волосы вокруг ушей. Ухаживайте за волосами и дамы это заметят. Также дамам нравятся густые брови. Они выглядят круто. Если у вас одна бровь, лучше разделите ее. Уберите ее прямо сейчас. С другой стороны, вам не нужно корректировать брови. Так много парней перебарщивают с этими, думают, я выщипываю что-то здесь, что-то там, а потом брови резко заканчиваются. Оставьте их в покое. Если они начинают зарастать, вы можете подровнять их. Просто поговорите со своим парикмахером, когда идете стричься, скажите «Вы можете подровнять мои брови?». Он знает, что делать. Но лучше не доделать, чем переборщить. Вы можете оставить немного лишних волос. Дамам это нравится. И да, нажмите кнопку «Нравиться», чтобы больше мужчин увидели этот ролик. И если вы на канале впервые, добро пожаловать! Убедитесь, что вы нажали кнопку подписки. Также не бойтесь шрамов. Особенно, если они у вас на лице. Носите их с гордостью. Видите ли, женщины обращают на них внимание. Шрамы на лице – это как шрамы на теле. Это та же рана, но выглядит он неплохо. Возможно, у вас нет интересной истории, связанной с этим шрамом. У моего брата шрам прямо на лице из-за того, что его однажды сбили из квадроцикла. Мы постоянно сочиняли разные истории о том, как он приобрел этот шрам. Вам не нужно стыдиться шрамам. Носите их с гордостью. Будьте уверенными, и ваши шрамы превратятся в ваши достоинства. Будьте мужчиной. Никогда не бойтесь быть самим собой. Главное – быть уверенным в себе. И это касается всего, о чем мы говорим в сегодняшнем видео. И говоря об уверенности, если вы полноваты, просто примите это. Должен признать, меня это тоже касается. Мои слова подтверждаются в том числе исследованием, проведенным в Калифорнийском университете в 2007 году. Я говорю о том, что мы считаем средним, приемлемым весом. Речь не об ожирении, а о нескольких лишних сантиметрах в талии. Я согласен, что нужно стремиться избавиться и от этого жира тоже. И держать себя в форме, потому что это может негативно сказаться на продолжительности и качестве вашей жизни. Но если вы принимаете себя таким, это хорошо. И вот что интересно. Многим женщинам на самом деле, судя по исследованиям, нравится именно такая фигура, когда речь заходит о продолжительных отношениях. Если у вас отличный пресс, и вы выглядите потрясающе, это отлично подходит для краткосрочных отношений. Для длительных отношений просто держите себя в форме. Следующий момент связан с тем, чтобы выглядеть старше и основан на исследовании 2010 года, проведенном Альбертским университетом. Они опросили 2000 женщин, им показали сидеющих мужчин и спросили, находят ли они их более привлекательными, чем молодых парней. Большинство выбрало мужчин постарше. Почему? Эти парни тоже были в довольно приличной форме, но женщины просто чувствовали, что у таких мужчин, особенно если они следят за собой, есть шарм, и это их привлекало. Не стригитесь так же, как молодые парни. Ваши волосы уже не такие густые. Лучше выберите что-то более подходящее. Не бойтесь выглядеть старше. Если вам от 20 до 30 и вы начинаете сидеть, можете покраситься. Но если вам за 50, оставьте как есть. Однако существует большая разница между тем, чтобы выглядеть постарше, и ситуацией, когда вы выглядите так, будто вы на смертном адре. Как стать привлекательнее, не тратя слишком много времени? Сходите на пробежку. Зачем? Так вы заставите вашу кровь прилить кожу. Яркая и здоровая кожа, которая выглядит эластичной, вызывает желание к ней прикоснуться. Вы знаете, что у меня есть компания, которая занимается средствами по уходу за собой. Я хочу, чтобы вы, ребята, заботились о своей коже. Дело в том, что многие парни даже не пользуются регулярно лосьоном для своей кожи после душа. Многие принимают слишком горячий душ, который повреждает кожу. Не убирают мертвые клетки кожи с лица. Или не используют крем для загара. Берегите свою кожу. Домы смотрят на нее, особенно если дело близится к поцелую. Вы должны быть уверены, что к вашей коже приятно прикасаться. Какое видео посмотреть следующим? Как насчет идеальной прически для вашего возраста? Какую из причесок выбрать? Узнайте все в видео по ссылке в описании.